Здравствуйте! Меня зовут Самойленко Наталья. Помните ли вы ролик, где мы рассуждали о неприхотливых садах или нет? Если нет, то рекомендую посмотреть. Сюжет довольно старый, и манера повествования там несколько агрессивная. Но суть эта мало меняет. Сады минимального ухода существуют, но совсем без уходных садов не бывает. Это миф. Даже если вы будете делать сад по схеме моего супруга, вместо газона выкрашенный в зеленый цвет асфальт, а деревья и кустарники из фанеры, все равно даже такой сад будет требовать ухода. Нужно подкрашивать облупившуюся краску, заделывать трещины, и что-то обязательно еще выплывет. Так что любой сад, как ни крути, это вложение. Пусть небольшие, но затраты, измеряющиеся либо в финансовом эквиваленте, либо в человека-часах. Мы с вами это понимаем, но все равно не хотелось бы стать заложником своего участка и сада. Я знаю много примеров, где садоводы на протяжении десятилетий не уезжают в летний, весенний или осенний отпуск. Боятся оставить дачу без присмотра. Стоит им только отвернуться, как кто-то кого-то съел, кто-то умер от жажды или голода, кого-то, не заметив, скосили. Сад превращается в тамагочи со всеми вытекающими отсюда последствиями. Чтобы избежать таких последствий, нужно учесть всего две вещи. Первая – правильная планировка. Вам должно быть удобно косить, ухаживать за посадками, обслуживать дорожки и теплицы. Второе – правильный подбор растений. Если вы хотите минимум напрягаться и максимум отдыхать, то учитывайте особенности своего участка. На щелочных почвах можно отказаться от рододендрона, фазалий, вересков. А на кислых грунтах вполне можно обойтись без сиреней или сосной черной. Это же касается и отношению растений к воде. Водохлебом не место на песчаных и сухих почвах, а жителям песков сложно будет постоянно в подтопляемом месте. Нет, конечно, если вам очень хочется, то всегда можно что-то придумать и обойти любые препятствия. Но вот только зачем? Можно и яблони вырастить на Марсе, но тогда забудьте про сад минимального ухода и не жалуйтесь, что у вас отваливается спина и времени катастрофически ни на что не хватает. Ваша задача при подборе ассортимента максимально использовать условия участка, а наша максимально вам в этом помочь. У меня, к примеру, есть одна немного безумная идея. Я хочу на трех гектарах земли раскинуть парк, где будут представлены разные стили и направления. Весь спектр растений для Ленинградской области. Розы, хвойные, многолетники. Многие зрители хотели увидеть мой сад. Окей, я не просто покажу его. Вы сможете увидеть, как он планируется, как делаются посадки, разбиваются дорожки, как молодой сад набирает мощь и начинает жить своей жизнью. А может быть, вы захотите принять участие в закладке такого сада? Отлично! За год три гектара не освоить. Этот проект лет на пять, а то и на все десять. Но мы ведь с вами никуда не торопимся, правда? Думаю, что многие зрители сейчас заохали. Три гектара! Это же сколько прополки и сколько людей надо. Я на своих шестисотках работаю, не разгибая спины. А тут такая площадь. На самом деле, немного. Первые три года будут самыми сложными. Прополки и ухода будет много. Растениям на первых порах без человека не справятся. А вот потом все легче и легче. Должно быть легче, если все правильно спланировано. Правильно подобран ассортимент. И ваше второе имя – оптимист. Но это дело будущего. Сейчас я просто делюсь планами и немного навела интригу. Оставим парк пока в покое и перейдем к главному герою нашего сюжета. У меня, как у любого садовода, есть набор растений-палочек-выручалочек, которые подойдут почти для любого участка и не требуют сложных агротехнических манипуляций. Об одном из них мы сегодня с вами и поговорим. Прошу любить и жаловать – седум или в простонародье – очеток. Седумы красивые и разнообразные. Они отлично смотрятся в каменистых садах. Неплохо выглядят высаженные вдоль дорожек. Их можно использовать как постоянные горшечные культуры для озеленения террас или своего подоконника, наконец. Причем представителей этого рода настолько много, что нет такого человека, который не нашел бы свой седум. А главное – заседуме не болит душа, когда вы оставляете свой участок на продолжительное время. Очеток всегда вас дождется, как бы долго вы не отсутствовали. Давайте разберем эти растения поподробнее. Начнем, как водится, с ареала. Скажу честно, что в этот сюжет хотелось впихнуть рассказ об ареалах. Немного рассказать, почему мы из ролика в ролик рассказываем про растения, обязательно делая акцент на ареале. И как эта информация поможет вам при выборе растений. Но Люба меня убьет. Одно дело монтировать 10-минутный ролик, другое дело получасовой фильм. Поэтому ареалы оставим для другого сюжета. Ареал седумов крайне разнообразен. Северная и Южная Америка, почти весь Евразийский континент и даже Африка. Седумы встречаются везде. Не знаю, есть ли они в Австралии или Антарктиде, но на всех остальных местах в дикой природе встретить их можно. Я уже молчу про участки садоводов. Их там, видимо, невидимо. И это неудивительно. Растут на сухих и крайне бедных почвах. Более того, есть такие виды, которым противопоказан богатый грунт. Чем беднее почва, тем роскошнее цветение. В связи с этим напоминаю, что не стоит перекармливать растение, если вы его сажали из-за цветения, а не сочной жирной ботвы. Седумы отлично показали себя на любых грунтах. Единственное условие – почва должна быть воздухопроницаема. И вода не должна застаиваться. Вроде бы с почвой разобрались. Переходим к поливу. Вода – это хорошо. Вода – это жизнь. И совсем не поливать растения у вас не получится. Но и бегать бесконечно с лейками для седумов не нужно. Их мясистые листья разной формы, напитанные влагой по самое не могу. Седум лучше не долить, чем перелить. Но опять же, напоминаю, не долить, а не не поливать вовсе. Что там у нас с вами следующее? Освещение. Свет для четков крайне важен. Наверное, это самое главное. В тени растения вытягиваются, теряют окраску, отказываются цвести. Еще один аргумент – не высаживать растения в тень – это их слабое место. Ахиллесова пята, слизни и улитки. Для этих моллюсков седумы вторые в списке любимой еды после хосты. Посадив отчиток в тень, вы рискуете лишиться прекрасного растения. Нет, оно, конечно, не погибнет, но весь будет изъеден. А вот на солнце моллюски менее активны. С агротехникой вроде бы разобрались. Седумы неприхотливы и нуждаются в самой малости – в солнце, в воздухе и в воде. Впрочем, как все живое. Что-то я забыла. Что-то, кроме того, что седумы можно использовать во флористической композиции. Было что-то еще. Ах, да, точно. Седумы легко размножаются. Я не люблю заводить разговоры о самостоятельном размножении растений. Все-таки я продавец. Уж очень боюсь остаться без работы, если все-все подряд кинутся размножать самостоятельно. Что же тогда я буду делать? Шучу, конечно. Размножить седумы совсем несложно. И делать это можно всеми способами. Семенами, стеблевыми и листовыми черенками, делением куста. А четки показывают хорошие результаты. Укореняется при стеблевом черенковании, которое можно производить при плюсовых температурах прямо в грунт. Причем нижнюю часть стебля четка можно разделить на несколько частей, каждая из которых укоренится в песке или в легкой почве. Многие из вас замечали, что если заготовили черенки, но отвлеклись и забыли их посадить, то через несколько дней в сухом и теплом месте на череночке обязательно появляются воздушные корни, которые моментально укореняются в земле. Но самое простое – это просто поделить куст. Правда, делать это лучше весной. Разнообразие седумов поражает воображение. Они бывают листопадными и вечно зелеными, могут расти кустиком или ползти по земле, могут быть съедобными, лекарствами и даже ядовитыми. В общем, любой каприз. Благодаря всем этим качествам седумы широко используются при озеленении участков. Их можно использовать в качестве зеленого коврика в композициях. Не буду, правда, обещать, что они забьют сорняки. С этой задачей они не очень хорошо справляются. Но зеленый или сизый коврик получить вы можете. Причем, представьте себе картину. В какой-то момент ваш ковер из зеленого превратится в желтый. Или из голубого в розовый или белый. Круто же, согласитесь. Один из самых известных – это седум белый. Или белый мох. Из названия следует, что цветы у него, конечно, белые. У него, несомненно, есть свои поклонники. Но как ковровое растение он мне не нравится. Мне кажется, что он лучше будет смотреться в каменистых садах или скалках. У этого седума есть несколько форм и интересных сортов. Одна из популярных форм – это пурпуре. Понятно, что сосновой корой или темными материалами мы его не мульчируем. Иначе он просто сольется на их фоне. А вот на светлом фоне смотрится пурпуре очень даже ничего. Еще неплохо коралл капит – коралловый ковер. Странно, немного болезненно фарафом. Очень необычно и многообещающе крестатум. Белый седум считается агрессором. Но я особой наглости не замечала. Возможно, мне просто везло. Еще его часто упоминают как лекарственное растение. Но я бы от приема вовнутрь остереглась. Все-таки сок его и давит. А вот в качестве компресса на любимую мозоль почему бы и нет. Но я думаю, что есть более надежные и проверенные средства. Мой любимец – седум испанский. Как для любого человека, видящего руками, для меня важна фактура растения. Я не могу сказать, нравится мне растение или нет, если я до него не дотронусь. И испанский очень приятен на ощупь. Он чем-то напоминает детскую резиновую игрушку. Однако его цветение, впрочем, как и цветению молодило, я, увы, не радуюсь. После цветения растение умирает. Правда, вы этого почти не замечаете, так как он о вас позаботился. И у вас давно большое количество молодых экземпляров, которые моментально сомкнут ряды и закроют пустое место. По окраске листьев он также разнообразен. От бирюзовых до зеленых с красным оттенком. Еще один представитель – это седум ложный. Если честно, я его не люблю. Так как в плотных ковриках он не образует, цветет розовато-пурпурными соцветиями. Есть много сортов, как, например, коксениум. Лист у него зелено-красный. Такое сочетание на одном листе красного и зеленого вызывает у меня легкое раздражение. А вот отчиток васильковый, если не самый любимый, то один из любимейших. Листья сизые, с ярко-глубым оттенком. И все это великолепие украшает пурпурные цветки. Ничем не хуже седум, носящий имя великого ботаника, исследователя японских островов. Конечно, я имею в виду отчиток Зибальда. Он чем-то похож на васильковый, имеет очень интересные сорта, но уступает зимостойкости васильковому. Это однозначно. Хорош седум Форестера. Особенно он хорош в осеннее время. А посмотрите на лидийский. Он, кстати, меньше других требователен к солнцу. Вполне мерится с полутенью. А Эверса? Хотя нет, он немного жидковат. Но все равно хорош. Это все были почвопокровные. Но есть ведь и кустовые. Разве есть кто-нибудь из зрителей, кто не знаком с очутком видным? Выгляните за окно. И уверены, что хотя бы один кустик у вас есть. Время седума видного – это осень. Осеннее цветение радует глаз в пасмурные дни. И опять же, выбор сортов. Айсберг, кармен, кристалл пинг. Немного раньше зацветает зайчья капуста. Седум обыкновенная. И опять же, вы всегда можете найти подходящий для вас сорт. Бон-бон, ред-глоуб, траффл. Еще к кустовым можно отнести красноточечный и живучий. И это я только слегка пробежалась по видовому разнообразию. Седумов много. И программы не хватит, чтобы рассказать о всех. Поэтому давайте немного заостримся не на видовом разнообразии, а на практическом применении. Скажу сразу. Седум – это то растение, которое лучше высаживать целыми массивами. Все люди, которые говорят, что седумы простоваты и неинтересны, пытались по одному экземпляру посадить себе его в цветник. В общем-то, я их понимаю. Если на небольшом пятачке сидит лаванда, эхинация, вероника или шалфей, то седум, безусловно, им проигрывает. Его и выкинуть жалко, и картина он совсем не украшает. Ну, это, как вы поняли, я сейчас говорю о кустовых видах. Ну, не смотрится он с такими соседями, причем в одиночестве. А теперь представьте его с посконником, кустовой астрой, с вербенной банарской или с лаками. Но ведь совсем другое дело. Можно и не мешать его. К примеру, кустовые варианты вполне подходят в качестве бордюров. Это все высокие. Теперь низкие. Зеленый ковер, ну, что тут еще придумаешь? Коврик, который придется время от времени полоть. Без этого, увы, не получится. Иначе, как только ваш сорняк поднимется над вашим ковриком, седум тут же окажется в тени и потеряет все свои конкурентные преимущества. Но это не беда. Кто лучше почвопокровных седумов заполнит щели вашей подпорной стенки? А много почвопокровных растений вы знаете, которые мерятся с песчаными почвами. Я немного. Поэтому я очень люблю эти голубые и зеленые плюшки. И самое главное, седумы прекрасно подходят для контейнерного озеленения. Кустовые седумы могут взять на себя роль кустарников. Многие из них достаточно высокие, около 50-80 сантиметров. А почвопокровные прекрасно сыграют роль ампельных растений. Все-таки мы займемся зимой разработкой ассортимента и готовых решений для уличных кашпо. Тема очень нужная, но ее почему-то все боятся. А ведь для многих это единственный вариант. Ну, на этом, наверное, все. Хотя нет. Я хочу передать слово моему другу и коллеге Денису Баташеву. Вот он, а седума, знает абсолютно все. И познакомит вас с наиболее интересными сортами. Все знают, что существует огромное количество разных низкорослых очитков почвопокровных. Но также существует достаточно большое количество видов и сортов высокорослых очитков. Мы сейчас не будем, естественно, касаться всех, но я хочу показать разнообразие, которое мы отобрали для нашего питомника. На самом деле у нас около, по-моему, 15 сортов разных очитков высокорослых. Вот здесь представлено, раз, два, три, шесть сортов. И, как можно заметить, высота их отличается от буквально 15 сантиметров до 30-35 сантиметров. Чем они хороши? Цветение в июле, в августе, в сентябре держит очень мощную картину, засухоустойчивая. Очень хороши для засушливых регионов, для сухих почв, для песчаных почв. Но прекрасно отзывается на удобрения, прекрасно растут и в жирных почвах. Единственное, чего они переносят, очень длительного переувлажнения. Кратковременно переувлажнение, кстати, переносит прекрасно. И, несмотря на то, что это высокорослые очитки, они могут использоваться как в куртинах, как при одиночной посадке, так и как почвопокровные растения. Они прекрасно закрывают почву. Самые низкие сорта – лаймзингер. Вот он буквально, высота у него буквально 10 сантиметров. Чем хорош? У него, помимо розовых цветков, сейчас он в бутонах, розово-красновато-зеленые листья. Причем красная кайма у него буквально с ранней весны и подсветили. После цветения также листья видны. Во время цветения, естественно, листьев вообще не видно. Следующий по росту – дасбери. 15-20 сантиметров всего лишь высотой. Темный, прекрасный почвопокровный. Почвопокровный, довольно крупные листья, при этом в отличие от лаймзингер. Это у нас Эллин сорт. Видите, достаточно темно-пурпурная листова и кремовые желтые цветки. Тачдаун тик. Очень темный, пожалуй, самый темный из всех отчитков. Хуже других размножается, медленнее других нарастает, но очень хорош. Цветки пурпурные, листья пурпурные. Создает реально темно-пурпурное пятно. Абсолютно традиционный. Вот сейчас он в начале распуска, поэтому не очень яркий. Обычно они ярко-розовые. Это группа ярко-розовые. Традиционный, то, что обычно называют заячьей капустой у нас. Данный сорт от Амча. Очень пышный, пышно цветет. Цветет в августе. Я надеюсь, этот сюжет вам понравился. Оставляйте комментарии. И очень надеюсь, что вам с нами не скучно. До скорых встреч.